Высокие договаривающиеся стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять соблюдать настоящую конвенцию. Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии или веры, пола, происхождения или имущественного положения или любых других аналогичных критериев. Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. 19 сентября 2024 года в российском плену умерла 27-летняя украинская журналистка Виктория Рощина. За год до этого она была похищена российскими силовиками с оккупированной территории в Украине. Виктория умерла на этапе после страшной пыточной тюрьмы в Таганроге. Новость о том, что украинская гражданская журналистка умерла в российском плену, облетела все международные СМИ. При проверке документов в Бердянске в моем телефоне были обнаружены фотографии российской военной территории, из-за чего я была задержана для выяснения обстоятельств. Но как же так получилось, что гражданская украинская журналистка умирает в России? Разве не является военным преступлением пленения мирной жительницы Украины? Наша команда начала разбираться в этом вопросе. И оказалось, что история Виктории – это история одной из тысяч мирных гражданских украинцев, которых похитили путинские силовики на оккупированной территории Украины и отправили их в пыточную. Здравствуйте, я Евгения Чирикова, и наша команда «Активатики» должны рассказать вам то, о чем невозможно молчать. Мы все знаем, что в русских тюрьмах находятся тысячи военных пленных украинцев. И да, мы знаем, что во время войны это случается. Но наша команда «Активатики» выяснила, что тысячи мирных граждан Украины были похищены путинскими силовиками с оккупированных территорий и отправлены как в российские тюрьмы, так и в тюрьмы, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Мы нашли свидетелей настоящих военных преступлений. И наша первая героиня – Татьяна Амельяненко. Ее сын Демиан в феврале 2022 года находился в Бердянске. Бердянск, Мелитополь, Приморск, Васильевка, Тахмак – вот эти все города, они были оккупированы буквально за три дня. То есть они заходили из Крыма, и всю эту часть они закрыли. Выехать моему сыну было очень сложно из-за того, что у него есть такие, скажем так, специфические татуировки, из-за того, что он учился до этого в военном университете воздушных сил. Ну, то есть он боялся, что он не пройдет фильтрацию. У меня так сын попал первый раз в 22-м году, 24-го мая. Вот, они его держали у себя месяц. Когда исчез мой сын, я вообще ничего не знала. То есть дозвониться я никуда не могла. У меня там находилась мама, она приходила, ей ничего не говорили. Ну, то есть вот ребенок пропал, и все, его нет. Его нет, и мы долгое время не знали, где он и что с ним. И через две недели после того, как его забрали 24-го мая, в 22-м году, российские смеи выложили видео. Результат учетно-фильтрационной работы уже есть. Бойцы задержали очередного националиста. Тело характерно покрыто татуировками. Набил в 16 лет. А надпись-то почему такая? Сделал просто тату-мастер, решил добавить такую надпись. Сломанная кость, воспоминания из детства. Джокер, любимый персонаж, цветы, бессмысла. Учился в Харьковском университете воздушных сил. После приехал в Бердянск, где и встал на учет в военкомат. Он осознал полностью свою ошибку, вину, и хочу ее загладить. То есть они его раздели, показывали его татуировки, рассказывали, что он нацист, на теле были видны ссадины. Если присмотреться, как бы все. Вот это все, что я знала о своем ребенке. Омельяненко Домян Михайлович являлся партизаном города Бердянска. Проводил одним из террористических актов. По взрывам это комендант возле исполкома. Был подрыв Ищук в центре города по улице Красной. Бойко и его жена были застрелены в районе колонии. И единый офис по улице Шмидта был взорван. Ну, то есть они его били, потом просто бросали в камеру. И на следующий день это все продолжалось. И так это продолжалось в течение двух недель. То есть я даже не знаю, в каком он состоянии. Видео снимали они. Естественно, что медицинской помощи получить он там никакой не мог. Потому что они его принуждали брать российский паспорт. Он отказывался, они принуждали его сотрудничать с ними. Они записали, ну, чтобы он, видно, как бы отлежался и пришел в себя. Они записали это видео, показали это видео общественности. И 22 июня его отпустили. Отпустили его. Сказали, выехать он не выйдет. Отмечаться он будет какое-то время ходить. Все, выехать невозможно. На их морды смотреть тоже не хочется. Ну, как-то он пытался там скрываться. То есть он в таком получился в замкнутом кругу, что он сделать ничего не мог. Дома были обыски. Мама была под автоматами, под прицелами. Брат избитый. Они несколько раз приезжали домой, что можно несколько раз искать в трехкомнатной квартире. Я не знаю, переворачивать ее вверх ногами. Там ничего не было. И 16 ноября 22 года мой сын исчезает. Руки вперед. Чисто. На землю! На землю! Узнаешь, что нет его друга. Тоже где-то исчез. На следующий день 17 ноября рано утром. Телефонный звонок с сына телефона. Я беру трубку. Я всю ночь не спала, заплаканная. Он не представляется. Я сотрудник ПСБ. Я говорю, не могу сказать, что я рада вас слышать. Ваш сын у нас. Я говорю, по какой причине? Он обвиняется в терроризме. В каком терроризме? Вот он помогал ВСУ. Я говорю, а с чего вы это взяли? Говорят, у тебя 10 минут. Я говорю, на что у меня 10 минут? Или ты записываешь видео, что ты тоже сотрудничала с ВСУ? Или ты своего сына живым больше не увидишь? Ну, то есть, мне поставили ультимат. Я в тот момент, я не знала, что мне. Я записала это плятое видео. Я, Амельяненко, Татьяна Сергеевна, гражданка Украины. Нахожусь на территории Польши. Со мной сконтактировали украинские военные. Передавали информацию. Как бы на этом наше общение заканчивается. Они обвиняют его во всех смертных грехах. Если бы можно было его обвинить, наверное, в убийстве Кеннеди, они бы его тоже обвинили. Ну, то есть, они свою работу сделали. Перед своим начальством там отчитались. Все. А сыне опять, я ничего не знаю. То есть, связи с ним никакой нет. Мама несколько раз пыталась ходить. Они с ним вообще не разговаривали ничего и не говорили. Ему сказали, мы ничего не знаем. Идите отсюда и все. География тюрем и СИЗО, где содержатся гражданские украинские узники, очень широка. И обычно украинцев содержат отдельно от российских заключенных. И есть специальная пыточная тюрьма исключительно для украинцев. СИЗО-2 в Таганроге. Это та тюрьма, после которой погибла Виктория Рощина. Это та тюрьма, про которую правозащитники говорят, что пытки там обычная рутина. А украинцы, которых удалось обменять после этой тюрьмы, утверждают, что средний вес мужчины при росте 180 сантиметров составляет в этой тюрьме всего 40 килограмм. Именно в этой страшной пыточной тюрьме оказался Дамиан Амельяненко. О том, что его вывезли во второе, это СИЗО в Таганрог, мы об этом тоже не знаем. Ну и естественно, что адвоката они об этом не уведомили. Адвокат об этом узнал через две недели, когда собирался его посетить в СИЗО-1 в Таганроге. Ну то есть они полностью нарушают все права, все законы. Там нет ничего. Посылки в Таганрог-2 передать невозможно. Я несколько раз передавала, как оказалось, сын их не получил. Адвоката к нему не пускают. Или говорят, мы вас не пустим. Просто так. Или они заставляют сына подписывать бумагу о том, что он не хочет встречаться с адвокатом. Места содержания – это отдельная тема. Первая – это приемка, где каждый работник в СИНах, либо ФСБ, либо каких-то спецподразделений с особой жестокостью избивал человека. Будь то электрошокером, будь то дубинкой, натравливая собак, специально чтобы собаки покусали этих людей. Только после этого людей якобы осматривали, потом вели в камеры пыток. И в камерах пыток уже их, как они говорят, допрашивали. Но на самом деле не допрашивали, а пытали. И пытали тоже особо жестокими методами. При этом они использовали так званые динамомашины, воду, пакеты на голову, чтобы перекрыть доступ кислорода. Да, одевали противогазы, и эти противогазы закрывали, чтобы человек задыхался. Я могу также говорить о сексуализированных насилиях людей, о том, что ток применялся по всему телу. И опять же, не все люди выживали. Не каждый мог пережить то, что пережили те люди, которые либо сейчас находятся в местах несвободы, либо уже освобождены. Это второй аспект. Это камеры пыток. И допросы эти, мы знаем, что они проводятся до сегодняшнего дня. Третий момент — это общие условия содержания людей. Если человек находится там, то первое, о чём бы я сказала, — это питание. Горячая вода с капустой, которую нужно съесть за одну-две минуты, мы такое тоже фиксировали, и либо ты будешь голодным на постоянной основе, либо ты съедаешь это вот в таком вот режиме. Пищеварительную систему полностью убивали. Так вот, вот это по питанию, чтобы я сказала. То, что фактически в мизерных дозах даётся еда людям, то в каком, какого качества эта еда. Потому что у нас были случаи, когда люди рассказывали о том, что им давали дубовую кашу, а в примесях этой каши находились фекалии мышей, крыс, ну и так далее. Такие случаи тоже вот мы зафиксировали. Третье — это помыться. Для того, чтобы помыться, наши люди обязаны были пройти через коридор, в котором на них натравливали собак, принять душ за одну-две минуты и выбежать обратно. И это происходило в лучшем случае один раз в неделю. Мы сейчас можем наблюдать, сейчас очень много статей пишут о условиях содержания в Таганроге. Я бы, наверное, сказала, что во многих местах лишения свободы такие условия. Но вот сейчас в Таганроге особо жестокие, зверские условия содержания наших людей. Их избивают, их не кормят, их содержат в камере, которая предназначена, например, для двух людей, их содержит по шесть, по восемь. Вот одна койка, на которой должно спать. Они спят по очереди, они не могут спать. При этом избивают людей именно по мягким частям тела, это ноги, для того, чтобы стоять было достаточно тяжело. Ещё одни свидетельства, о которых нам рассказывали, это срезание либо сжигание татуировок на теле. То есть они давали предметы для того, чтобы наши люди сами себе срезали татуировки. То, что я слышу от Таганроги, это ужас. Ну, то есть там не СИЗО-2, там пыточное. Адвокаты, которые туда приходят, они слышат оттуда крик, постоянные крики. То есть их там пытают 24 часа в суд. И сделать с этим ничего невозможно. Адвокат наш подавал жалобу на то, чтобы его допустили всё-таки к подзащитному. В жалобе ему отказали. То есть суд во всём отказывает. Адвокат бессилен. Здесь он не сделать ничего не может. Он бы и хотел сделать, но он не может. Второй гражданский украинский узник Иван Козлов. Его жена Мария рассказывает, что до агрессивного вторжения Иван работал в сфере IT. Он увлекался рыбалкой и помогал в христианское общение. После агрессивного вторжения российские войска быстро заняли Херсон. Иван, как многие другие украинцы, фотографировал российскую военную технику. Иван был задержан прямо на глазах у жены и двоих маленьких детей. Это произошло 21 апреля 2022 года на КПП на въезде в Крым. Семья пыталась эвакуироваться из оккупации и попасть, в конце концов, в Грузию. И с тех пор Мария больше не видела Ивана. Немножко сейчас сложно говорить, потому что это самый тяжёлый момент именно нашего расставания, разъединения внезапного, поскольку очень было резко… Его просто забрали, увели, и потом я его ждала какое-то время при пересечении границ в автобусе с детьми, с другими людьми, которые также выезжали из оккупации. И все уже прошли проверку, все уже пришли в автобус, не было только моего мужа три часа. И потом он позвонил. Это был уже, собственно, как бы звонок его, но он уже был какой-то, не знаю, закодированный, зашифрованный. Я не совсем понимала, кто это звонит, ну, именно по номеру. Но он голосом в трубку сказал, что подойди к обратной границе, забери вещи. Ну, собственно, я вернулась, а сказали, что муж уже дальше не поедет. Ну, возможно, поедет позже. Ну и всё. И уже на этом связь с ним прервалась. Пришлось ехать дальше. Я с детьми поехала. Но дальше уже, когда мы доезжали практически до Грузии, уже на следующие сутки на блокпосте в городе Нальчик, нас с детьми тоже сняли с автобуса. У меня там изъяли тоже ноутбук, и другая мелкая техника была. Это всё забрали, и вот, собственно, вывезли обратно на автобус, и так уже мы с детьми уехали. И с тех пор начались дистанционные поиски мужа. Из различных источников я пыталась добирать информацию. То есть, конечно же, сразу были установлены связи с адвокатами, которые могли помочь в данный момент. Официальной информации на тот момент добыть совершенно невозможно было. Даже не знаешь, куда обращаться. Потому что это ситуация новая, когда забирают гражданского без каких-либо причин и нет связи с ним. И в этом же году его и ещё много кто там был задержанный, украинский такой гражданский пленный, они были переведены именно в это СИЗО-2, которое уже было специально для украинцев оборудовано. Там камеры наблюдения стояли прямо в камерах, в которых находились заключённые. То есть 24 на 7 люди были под наблюдением. Там были закрашены окна, то есть они не знали день-ночь. И во втором СИЗО, и в первом СИЗО над ними издевались всеми возможными методами, их пытали, их били. И редукцию сна делали. То есть, когда много раз за ночь будет, не дают спать, и днём также не дают спать. Это мне потом муж описывал уже в письмах очень аккуратно, насколько это возможно. Поскольку у нас хорошая связь, скажем так, я понимаю, о чём он пишет. То есть я могла это понять, о чём он на самом деле пишет. Письма уже стали возможны в следующем году, в 2023, когда его, это так называется, разморозили. Это значит, ему предъявили обвинение по статье 276 Криминального кодекса Российской Федерации «Шпионаж». Ивану Козлову предъявили обвинение по статье 276 «Шпионаж». Следственный процесс был засекречен. И 30 ноября 2023 года оккупационный Херсонский областной суд приговорил Ивана к 11 годам колонии строгого режима. И после этого ещё, конечно, мы с адвокатом сделали апелляцию. Но тоже это всё какие-то действия, которые возможны в правовом поле, но которые не приносят никакого результата, потому что это всё изначально не правовой процесс. Наименьшее, что мы могли взять в этой ситуации, это связь через переписку. Ну как переписка, это электронный сервис, который ты, он платный, ты оплачиваешь письмо, отправляешь вместе с бланками для ответа, потом ждёшь этот ответ. Но хотя бы вот такая вот переписка у нас была и плюс возможность делать передачи. Потому что это очень важно. Как описывал муж в письмах, что когда ты не доедаешь, собственно, отсюда, и очень плохое психическое состояние, потому что дефициты тела, они уже приводят к тому, что какие-то функции мозга перестают работать, и человек попадает в полную депрессию, и уже какие-то происходят такие действия вплоть до суети, попыток суети. Поэтому вот это время в СИЗО как бы тянули, как могли, апелляцией. Ну это вот опять-таки стандартный процесс, через который проходили все. Апелляция ничего не дала. Мария осталась одна с двумя маленькими детьми в чужой стране. Война больно ударила по семье. Мария говорит, что маленький семилетний сын хорошо помнит папу и часто вспоминает о нём. О том, как он играл с папой в футбол, как он ездил на рыбалку, как ночевали в палатке, как мы все вместе были на природе и так далее. Вот это всё помогает, оживляет и поддерживает вот эту память о папе в нём. Дочка младшая, ей был годик на момент того, как папу забрали. То есть она его, скажем так, не помнит в плане «помнить», но всё равно эмоционально она чувствует эту связь. Везде его фотографии у нас в квартире. То есть она видит, что она у него на ручках, что у неё есть папа. Родители Ивана тоже тяжело перенесли, переносят ситуацию с пленом сына. Отец его получил инсульт, и после инсульта он находился в тяжёлом состоянии, в лежачем состоянии на 7,5 месяцев. Мама инвалид второй группы, его супруга, она за ним ухаживала, и он умер в прошлом году. Также умерла моя мама в прошлом году, которая находилась в Херсоне. Потом дом, в котором она жила, то есть это мой родительский дом, он был затоплен. После взрыва на Каховском водохранилище она была эвакуирована, и потом через месяц буквально она имела проблемы со здоровьем, но эта ситуация её ещё больше. В общем, она тоже ушла. В общем, получается, что в Украине сейчас находится мама Ивана, она пенсионер, она инвалид второй группы, и сейчас совсем сама, и буквально две недели назад у неё погиб ещё старший сын на войне. Тяжело сообщать мужу о смертях, то, что происходит. Ему важно знать, важно знать, что здесь происходит. Это тоже такая определённая связь, что весь мир на этой колонии не заканчивается, то есть существует мир, в котором есть его семья, которая продолжает жить, и ждёт его, и любит, и у нас тоже определённые события жизни происходят, ну и смерти тоже. запрещаются в отношении лиц, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности, всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания. История Людмилы Плачковой – это история о том, как война уничтожила украинскую семью. Ой, а что-то у меня хохолок торчит. Нормально. Вон твой красавчик и твоя красавица. Всё. У тебя телефон? У меня рука короткая. Я так хотела подальше, чтобы мы похудее оказались. Опа, доча, привет. Слень какой-то. Я вчера был в парикмахерской. Мне сказали, что я хорошо выгляжу. Кто это тебе сказал? Слаха. Врёт. Как это врёт? Женщине нельзя уметь. Людмила рассказывает, что её родители Олег и Татьяна жили очень дружно. Им было чуть-чуть за 50, а они держали небольшой ресторанчик в Мелитополе. Они всё любили делать вместе. Их всё любили в городе, потому что они всем помогали и всех кормили. И пропали они тоже вместе. Это случилось в ночь с 25 на 26 сентября 2023 года. Они жили с мамой. Моей бабушкой. Они вместе в одном доме. К ним ворвались ночью люди в форме, в чёрной такой военной форме. Надели на родителей наручники и увели. Двое человек осталось в квартире с обыском. Бабушку закрыли в комнату, не разрешили ей выходить. Они уже там проверяли до 11 утра, наверное, наш дом. Ну и бабушка спросила, типа, когда вернут моих детей. Они сказали, если всё нормально, то сегодня вернут. Ну вот так это произошло. И с тех пор ничего, ну мы не могли ничего добиться, не знали, где и что. Мама всё надеялась, что вот-вот всё это завершится и всё вернётся в Украину. Украина будет. Потому что, ну тяжело людям всё бросить. Потому что родители там, бизнес там. Мама всегда с папой была ответственной за людей, которые там работают у них. она всегда говорила, я не могу их бросить, им нужна работа, им, ну как я их брошу? Никто, ну, то есть, как бы держалась ещё из других людей. Я хотела бы здесь вот как раз рассказать о Кейси, Плачкова Олега и Плачковой Татьяны, которые были задержаны в сентябре 23-го года в Мелитополе. Они были задержаны, и дальше о их судьбе ничего не было известно. Только через три недели дочери позвонили и сказали, что матери инкриминируют 276-ю статью Уголовного кодекса Российской Федерации. А уже в дальнейшем проинформировали, якобы адвокат мамы проинформировал, что маме стало очень плохо, и мама находится в лечебном учреждении. В дальнейшем выяснилось, мама находилась уже в коме. Отчего она в таком состоянии оказалась, об этом не уведомляли. 23-го мая 2024 года Татьяна Плачкова умерла, к сожалению. И на все призывы вернуть ее на территорию подконтрольной Украине, вернуть ее практически на родную землю, пока она еще была жива, никто не откликнулся и не вернулся. Мама была в коме, когда ее привезли, она была в коме. Как там они называют, это кома неизвестного Геневиса. Она была в коме, то есть врачи не знали, что с ней здесь случилось, почему это все привело к такому состоянию, сколько не задавалось вопросов, почему так. Нам не давали четкого пояснения, что произошло, и почему так могло произойти. То есть не было там, это могло быть там сердце, либо еще какие-то, не было. Она там могла открывать глаза, но она не реагировала. Руки, ноги у нее, она не реагировала на, то есть она не могла ими двигать. Потом, впоследствии, в каком-то, через месяц, наверное, два, она начала уже как-то немножечко лучше коммуницировать. Ну как, она не разговаривала, конечно, она еще была на аппарате ЭВЛ, то есть она сама не дышала. И получается, она как-то начала бабушку узнавать. Мы прилагали все усилия, чтобы маму перевезти в Украину. Мы хотели ее перевезти в Украину. Когда мы узнали о том, что она лежит в больнице, мы там и через Украину, и через Россию договаривали, чтобы ее перевезти. Я писала во все организации, я попросила помощь. Мы там получали разрешение от Следственного комитета, что они вроде как не против. Но у нас была единственная стопорящая насета, это структура ФСБ, которая нам, в принципе, мы нанимали даже адвоката в Мелитополе, чтобы он с ними встретился, чтобы он договорился. Ну как бы мою маму судить в том состоянии было невозможно. И как бы даже если бы она там пришла в себя, я так понимаю, реабилитация была бы ходами. То есть как бы судить ее было невозможно. Когда ФСБшник бабушки сказал, что когда она выздоровеет, мы ее обратно заберем и будем судить. Ну как бы это было смешно на самом деле, потому что человек просто был в ужасном состоянии. И мы прилагали все усилия, чтобы ее вывезти оттуда. Ну вот у нас была стопор, это ФСБ, и вот мы все пытались встретиться с этим следователем, пытались с ним договориться. Но вот в тот день, когда не стала мама, мы должны были, адвокат должен был встретиться с этим следователем. Ну и следователь в итоге написал, что встречаться уже нет смысла, типа ее нет. И все. Вот, пожалуйста, независимый эксперт Татьяна. Опять великолепольские, и тут на единице, и в океане. Как вам вода? Классно, классно, классно. У меня родители, ну это просто два солнышка, две губочки, я говорю, в городе говорили о том, что они такие, биба и боба. Они все время улыбались, ходили там, что там мама у меня обязательно там со всеми переговорит, там она на рынок идет. Я говорю, мама, давай, пять минут, полчаса с каждым поговорить, с каждым это, и папа, и папа за ней, знаете. И вот они вот такие, два просто позитивных, два позитивных человечка. Я говорю, что просто в городе это потеря, потеря мамы, это просто для них, они не могут поверить, они говорят, мы проходим мимо ресторана, мы не можем проходить, потому что мы знаем, что мы всегда приходили, она нам улыбалась, она нам с нами банкеты составляла, она просто говорит, нам просто создавала праздник всегда, и говорит, мы проходим, мы даже не можем туда зайти, потому что это одни впечатления о ней, и папа, она, я же говорю, при том, что люди боятся там со мной выходить на связь, потому что ну, те, кто там находятся, потому что родители забрали, они там боятся, что через все эти каналы, все телеграммы это все отслеживает, но несмотря на это, они пишут мне, и мы не можем поверить в это, мы не можем, для нас это трагедия. И люди, которые выехали, которые там, ну, мне все писали, мы в шоке просто. Никто, когда мама появилась в больнице, для них это было просто как, как это. И когда мы узнали о том, что ее не стало, ну, как бы для нас, как для семьи, просто я была настолько уверена, что у меня получится ее спасти. Я, вот это был, знаете, уже последний этап, когда все, надо вот только это разрешение. И логично, люди должны, даже та же структура ФСБ должна была понимать, что она не в состоянии не судить ничего, и я была уверена, что мы ее спасем. Я ее там сквозь тернистые пути довезу до Украины. Я приложу все усилия, чтобы ее, ну, пройти реабилитацию, чтобы ее вытянуть. Я была уверена, что, знаете, когда она приедет в Украину, когда она поймет, что она в безопасности, то у нее пойдет, ну, здоровье на улучшение. И я настолько себе вот это вот поставила, что она вычухается, я ее вывезу. И когда мне сказали, что все, ее всем отправили встало, для меня это просто, знаете, кирпичом. Кирпичом. Я же говорю, поэтому, как бы, я ее не спасла. Для меня это, отчасти, я себя виню, отчасти понятно, что их, я ее не спасла, но перед ней мне надо задача, мне надо спасти папу. Потому что я понимаю, что там условия ужасные. Очевидно, что там не оказывается никакая медицинская помощь. То есть если, ну, я не знаю, что с ней случилось с мамой, но как бы если вот у нее было, она не дышала, она не шевелилась, то есть значит ей не оказали никакой медицинской помощи. То есть она, значит, была в ужасном состоянии. И я просто об этом думаю и думаю, в каком находится папа состоянии. Это ужасно. Это, я просто понимаю, что наши люди там просто умирают. Реально умирают. Не за что. Российская Федерация сделала целую систему. Те люди, которые были задержаны и вывезены насильно, фактически жертвы насильственных исчезновений на территорию Российской Федерации либо на временно оккупированной территории и сейчас содержатся в местах несвободы там же, да, а территории уже деоккупированных, да, вот они пытаются этих людей выдать стране как военнопленных, хотя они такими не являются. Это не комбатанты, это гражданские люди, которые жили и обеспечивали свою житедеятельность у себя дома. На сегодняшний день по подсчетам украинских правозащитников гражданских украинских узников в российских тюрьмах находится около 7 тысяч человек и, скорее всего, эта цифра сильно преуменьшена, поскольку мы ничего не знаем о тех тысячах украинцев, гражданских украинцев, которые были похищены путинскими силовиками на оккупированных территориях Украины и не доехали по каким-то причинам до российских тюрем и содержатся сейчас в пыточных условиях по подвалам на оккупированных территориях. Вдумайтесь в эту цифру. 7 тысяч гражданских украинских узников в российских тюрьмах. Это в пять раз больше, чем официально признанных российских политических заключенных. Но в отличие от российских политзаключенных, у украинских узников нет никаких прав на территории страны-агрессора. Если российские политзаключенные имеют возможность получить адвоката, имеют какие-то передачи от друзей и родственников, то у украинцев этого ничего нету. И самое страшное, что они не видны для общества. А это значит, что путинские силовики могут сделать с ними все, что угодно. Их можно пытать, их можно убивать, и никто не спросит за эти преступления. Часть похищенных гражданских украинцев мы видим в пропагандистских российских сюжетах. Их представляют как шпионов или как террористов. Но это крошечная часть. Большую часть гражданских украинцев мы вообще не видим. Они не видны для общества. А следовательно, у них нет никаких шансов на обмен. Если мы берем просто математически, по нашим подсчетам, если людей более 7 тысяч, а на момент сегодня освобожденных более чем 160, нам жизни не хватит, чтобы освободить этих людей. Родственники гражданских украинских узников объединились, чтобы помогать друг другу. Они организовали правозащитные организации. Одной из таких организаций являются громадянские свободы. Там люди по крупицам собирают информацию о своих близких и родных людях. Обычно это сведения от обмененных, освобожденных украинских военнопленных, которые, например, могли что-то слышать о том или ином украинском гражданском узнике на какой-нибудь перекличке в тюрьме, например, год назад. И, к сожалению, другой, более достоверной информации о похищенных гражданских украинцев от Российской Федерации получить невозможно. Да, это я о своем сыне знаю, о многих семьях вообще ничего не знают. И таких случаев я знаю очень много. И найти их невозможно. И на запросы, которые мы пишем в Следственный комитет в России, в прокуратуру, мы не получаем ответ. Ну, то есть они ничего не будут тебе отвечать. Им все равно, что ты там переживаешь, плачешь, не спишь. Их это не интересует. Они человека забрали. И что с этим человеком? Люди по два года не знают. С начала войны люди не знают, где находятся их родные. Как мы выживаем? Мы помогаем друг другу. Мы поддерживаем друг друга. У нас есть психологическое сопровождение. Ну, и плюс есть родные, которые не сидят на месте, а они каждый день делают какое-то действие, которое, я уверена, приведёт к освобождению их родных. Всё равно они когда-то, когда-то они выйдут и в каком они будут состоянии, как бы, да, как они будут восстанавливаться, реабилитироваться после этого всего. Потому что сейчас очень плохое питание и там постоянно ему нужны деньги, чтобы он покупал себе еду в колонии. И даже одежду им не выдают, тоже заставляют, чтобы покупал. То есть если есть какая-то помощь, я уже тоже пишу христианским организациям, если какая-то возможно гуманитарная помощь именно там по месту, потому что люди находятся в очень плохих условиях, в очень плохих. Ну, то есть необходимое там не обеспечено и их заставляют работать по 15 часов в холоде на тяжёлый физический труд. Ну, в общем, ситуация очень тяжёлая. Ну, я хочу, хотя бы знали о том, что такой случай был, потому что они жили не только там ради людей, они помогали по максимуму всем, она старалась сделал, всё что угодно. Я хочу, чтобы вы знали, что она умерла не зря. У нас есть инициатива, она называется «Трибунал для Путина», и каждый из наших членов команды делает то или иное действие, которое, я уверена, приведёт к тому, что военные преступники будут наказаны и будут осуждены. И их наказание, оно будет справедливо. Это первое. Второе, о чём я хотела бы сказать, мне очень хочется, чтобы те страны, которые помогают нам, они увидели и масштаб вот этого военного преступления по отношению к гражданскому населению. Именно увидели реальную картину того, что произошло и что происходит на момент сегодня. Потому что на оккупированных территориях продолжается террор цивильного гражданского населения. И он не прекращался никогда. Людей держат в страхе. для того, чтобы их держать в этом страхе, они самых активных людей наказывают, инкриминируют им фиктивные дела, фиктивные статьи и осуждают. за эти военные преступления тоже должны внести наказание те, не только те, кто отдаёт их, но и те, кто исполняет эти преступления. То есть практически это каждый русский солдат, который побывал на территории Украины и нарушил наш суверенитет и украинскую посягав на нашу волю. Это второй момент. Третий момент, я скажу, наверное, самое главное, я очень хотела бы, чтобы мировое сообщество помогло нам вернуть наших гражданских людей домой в целости и сохранности. Российская Федерация не признаёт ни одного случая захвата в плен мирного гражданского украинца. Российская Федерация пытается представить мирных граждан Украины, которых она похищает с оккупированных территорий, как террористов, диверсантов или шпионов. Гражданские украинские узники это самые разные люди. Это мужчины, женщины, люди старше, люди моложе. Но всех их объединяют две вещи. Первое это национальность, а не все украинцы. И второе это их готовность помогать друг другу. Есть основания полагать, что многие украинские гражданские узники были арестованы путинскими силовиками на оккупированных территориях именно потому, что занимались волонтерской деятельностью. На оккупированных территориях Российская Федерация проводит политику террора и запугивания и уничтожения гражданского общества. Это ровно то, чем много лет занимался путинский режим в России до агрессивного вторжения в Украину. Активные свободные люди это главные враги путинского режима. И сегодня в российских тюрьмах сидят люди, которые способны изменить мир с обоих сторон. Давайте поможем им выйти.